Свободы и демократии много не бывает, и она саморегулируемая по большому счету. Если это демократия, как мы правильно понимаем, а не извращенно, она саморегулируется, самодисциплинируется и вырабатывает форму для того, чтобы всем жить, становилось лучше и лучше и лучше с каждым. Это витком. Поэтому я очень надеюсь, что украинцы стали свободнее, что ли, свободнее ментально. А свобода – это хорошо. Для меня Украина – это государство, в котором у меня есть возможность заниматься своими творчествами. Паспорта не было никогда и нет, и есть меднажительство. Это вполне достаточно для того, чтобы безбедно существовать в данной стране. Здесь мой главный творческий дом – Театр Киев «Нанбалет», который я создал 11 лет тому назад. Поэтому я, как всякий творческий человек, мой дом там, где мое творчество. И вот оно концентрировано в этом театре. Театр Киев «Нанбалет» Театр Киев «Нанбалет» Лерчик! 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 estoy готов game! Лазар spielen tee! Что мне что такое? В 2001 году, когда меня уволили за должность главного балетминистра наicaño-молдавского балета, для меня это был удар серьезный, потому что мне казалось, жизнь закончилась, все, зря я бросил танцевать в белорусском балете, надо было оставаться в театре. И только потом я понял, что это на самом деле судьба в очередной визе. Подарила мне шанс, без греха и досу. То есть я не сам уволился, не смолодушничал, меня сняли. И в то же время это огромное поле свободы передо мною. Поступали предложения из разных театров. Я начал ездить, ставить в разных театрах, в разных странах. И, конечно же, в Молдове нельзя состояться как хореографу, если ты работаешь локально в Молдове. Потому что, давайте будем, это откровенно, Молдова совсем не балетная страна. Школа неизвестная. Неизвестная. Давайте будем говорить о том, что, конечно, есть выпускники замечательные из нашего колледжа, но известные школы, это Академия при Гранд-Опера, это Вагановская Академия, это Московская Академия Танца, но никак не Молдова. Давайте не будем лже-патриотами. Будем называть вещи своими именами. Это настолько многостороннее, многостороннее, многоликое существо, современный танец, что, если кто-то вам скажет, что он точно знает, что такое современный танец, сразу при этом с ним общаться, это лжаться. Современный танец безумно многоликое. То, чем занимаемся мы, с одной стороны, есть такой некий стиль, у нас по критару, который уже сложился за эти годы, надеюсь, что он будет видоизменяться, я постоянно в это верю, но если мы показываем это здесь, то для Украины это современный танец. Если мы привезем его в Германию на фестиваль, в Ганновер, например, то нам скажут, что вы здесь делаете, это неоклассика, идите вон, валетные люди отсюда. То есть стритовые стили, это современный танец, да, современный он происходит сегодня и сейчас. Никогда в жизни об этом не мечтал, я знал, что это невозможно, потому что для того, чтобы возник театр, первое, должен быть возникнуть одаренный хореограф, обладающий организационными способностями, и второе, человек, который готов пожертвовать достаточно много денег на создание этого святого дела. Вот это второе было вообще из организации невозможным. Вот потом я узнал, что, оказывается, все-таки такое возможно. Это был абсолютно меценатский проект. Владимир Викторович Филиппов предложил мне в 2006 году создать театр Киев-Подумбалет, и первые три года мы были абсолютно полностью меценатский проект. Все деньги на все нужные театры, это изобретает артистов, создание новых постановок, и аренда помещения, все полностью проплачивал Владимир Викторович, и делал он это, он именно меценат. Он делает, потому что он таким образом реализует свое желание быть причастным к искусству, а не подповысить продаваемость своего товара или что-нибудь наподобие того, или личный пиар, или что-то еще. Три года мы существовали только в меценатский театр, и в конце концов пришел кризис 2009 года, мы все его прекрасно помним. Мы сейчас с вами сидим в круглом зале, это верхний зал Киевского муниципального театра, полностью скажу, Киевский муниципальный театр оперы-балета для детей и юношества. Мы стали частью этого театра, наряду с академической балетной труппой, с классической, наряду с оркестром, хором, солистами, оперными и так далее. И мы существовали с 9 по нынешний день, мы до сих пор официально существуем внутри штатного расписания этого театра, но год тому назад я инвестировал в сельский процессовое отделение, в отдельную структуру, и я думаю, в Гиме появится новый театр, муниципальный академический театр, Киевский муниципальный балет, и мы пойдем своей дорогой. И я надеюсь, что это правильное решение. Насовые ресурсы. Бывает, нужно, чтобы у меня были свободы Гиме, чтобы что-то закончить. Главным образом это касается моей личной свободы. Удобнее жить и комфортнее творить, когда ты знаешь, что у тебя... Ты не заглядываешь в кошелек, думаешь, блин, на что же я буду ленить на улицу. Это вот все советские сказки про то, что художник должен быть голодным, полный ерунда. Нет, человек должен нормальный быть. Это советская дек... Это вот, как называется, пропаганда. И нет с самокупаемостью театров. Это иногда периодически бизнесмены, когда они приходят в сферу культуры, они начинают руководить отдельными областями культурной жизни в той или иной стране. Это даже не важно. Это не в Украине, а вообще везде. Они почему-то считают, что театры должны самоокупаться. Им невдомек о том, что нигде в мире стационарные театры не являются самоокупаемыми. Это невозможно. Государство или муниципалитет, или частные благотворительные организации, или даже бывают варианты церкви. Они жертвуют значительную сумму денег для того, чтобы театр существовал. Не надо пытаться быть самоокупаемыми, надо пытаться быть талантливыми и необычными. Не в этом смысле театра, чтобы зарабатывать деньги. Чтобы зарабатывать деньги, надо купить варек и поставить его в любом месте. Это будет зарабатывать деньги. И прослойка людей, которые, например, в Украине ходят в театр, она очень-очень тонкая. Это внезапная Европа, где невозможно найти, например, в Голландии семью, в которой бы люди никогда не были в театре. Они в любом случае априори все были в театре. Хоть раз, хоть два, хоть пять, хоть десять. Вот таких семей у нас, в нашей стране, их очень-очень мало, на самом деле. Проводилось исследование, насколько я помню, где-то лет назад, шесть тому назад. Вот такой получился срез к культурной жизни нашей страны. И там начиналось какие-то ужасающие совершенно цифры. Никогда не был в театре, никогда не был на выставке, никогда не был в концертном зале, никогда не был в филармонии, никогда не было... что-то девяносто три процента осталось. То есть вы понимаете. И поэтому, когда мы говорим про оставшиеся семь, из них три входят в театр. И, конечно же, эти три могут позволить себе выбрать детей на классический балет или на современный. В Молдове, я думаю, что еще много дела. Это обстоят. Я себя это вижу. Отсутствие генетически заложенной потребностей в культуре. Начиная с 2017 года, все наше большое сообщество, односторожное патологически, мне не похоже на весь остальной цивилизованный мир. И очень многое было уничтожено на каждом месте. Я очень люблю Молдову. Это моя родина. Там живет моя мама, там живет мой брат. Там у меня огромное количество друзей. Но когда я хожу по городу, я реально вижу, что... Знаете, вот если оценивать, потенциально это человек, который пойдет завтра в театр или нет. Таких лиц практически нету на улице Кишинева. Я говорю только про Кишинев. Они все замечательные люди, просто ментально потребностей нет. То есть это генетически у них не заложено. Возможно, мы с вами точно не доживем. Пройдет несколько поколений, и Молдова кардинальным образом это изменится. Возьмется какое-то волшебство, и культура станет вровень с Западной Европой, с тем же самым странами. Этому не учиться надо. Это надо, чтобы государство поддерживало культуру, чтобы стало интересно и престижно ходить. А это и только при возможности. Никуда не деться от денег, понимаете? Никуда не деться. Прекрасная притча, но это правда, это исторический анекдот, когда к Уинственному Черчиллю в разгар Второй мировой войны подошел министр финансов и сказал, что необходимо урезать ассиндование на культуру. Сказал, ни в коем случае. Значит, зачем мы воюем? Финансирование культуры по осадочному принципу приводит к тому, что мы видим в Молдове и так далее, в Белоруссии, в Украине, в Советском Союзе. В плане какой-то идеи глобальной, конечно же, она была в Советском Союзе, и даже в области боле, там и впереди планеты всей и так далее, но мы должны понимать, что это тупиковый вид, это развитие экономики, и этим людям просто надо посоветовать съездить, например, в Северную Корею и посмотреть, вот что было бы с нами, если бы мы остались бы там. Это было бы то же самое, потому что тоталитарное общество, оно не имеет никакого шанса для развития. Люди вообще привыкли ностальгировать. Ой, такой был лес красивый, когда я тут, а сейчас там вот так плохо, ой, вот раньше дети были такие культурные, сейчас они плохие, и так далее. А вот я, когда был маленький, я был такой вежливый, а тут все хамы, ну и так далее. То есть люди по своей природе привыкли ностальгировать по-прошлому. А то, как раньше было все хорошо. Раньше было тоже плохо. Когда мне говорят про то, что вот, вот, надо все-таки СССР, мы ностальгируем, лучше быть в России, и так далее. Ну, как бы, ребята, сейчас уже границ нет, все очень просто. И у нас есть возможность практически у каждого человека, у которого есть хоть немножко денег. Поехать и, там, побыть несколько дней в Праге, или побыть несколько дней на Лозовном берегу, или посмотреть, заехать в Андорру, или заехать, там, не знаю, в Бельгию, в Брюссель. Вот, сразу вопрос. Значит, мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили там по качеству жизни, или мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в Красноярске на окраине. У нас есть возможность посмотреть два варианта развития событий. Либо мы идем в эту сторону, либо, естественно, каждый нормальный человек захочет, чтобы его дети ввели в нормальном, европейском окружении, в достойном, цивилизованном, безопасном, благополучном, обеспеченном. Выбор, на мой взгляд, очевиден. Но как можно хотеть, обратно там, где плохо было. Может, зачем? Я уверен, что каждый отдельно не хочет, если его показать, грубо говоря, Мотовельхинский район города Перми и показать этот рождественскую Гран-пляс в Брюсселе и сказать, что вам больше нравится. Не один ли скажет, что нравится Мотовельхинскому в этом районе. Это просто нонсенс. Я думаю, что будущее есть у всех стран. Они точно никуда не денутся. Хочется всегда верить в лучшее. Я достаточно оптимистически настроен. И... Когда у меня часто спрашивают, что ты не уехал там на Запад, там, навсегда. Ну, как-то мне там хорошо в гостях. А как дома, если там ничего? Я люблю очень Европу. Я каждое лето проезжаю около 11 тысяч километров на машине сам. Но мне в конце очень хочется обратно в Киев. Потому что я все-таки человек. Человек... Это трудом отсюда. Все. Все. Способ жизни, менталитет, люди, артисты, творчество, театр, зрители. Все, 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 которые представляют мою жизнь. Оно тут все, это родное. Оно может быть несовершенно, оно может быть не такое глянцевое, но оно родное. Рыба, которая отрождена плавой в морской воде, при этом погибла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова